Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Всеволод Ян и Валерий Курас Пум, я начальник рейтинга Виїхали з города, блядь, чи що? Попали? Виїхали? Привили Та його машина? Одного із них Другий А, полотна Що сказали, де він? Це вода зараз Це машина? Чорна, чорна Ви був там? Щас подзвонила, так приїздила Ну, на морозі, понятно, що на морозі Щас ще дзвониться, бляд, що ти собралась Ось почин� Ось що починно Виїхали? Слыш, вони ж де овалися Ви хворі Ви хворі Артур там теж Артур? Ви хворі Перший замахнувся до него. И меня сбоку ударил. Они сами сказали, что мы тоже приедем, но телефоны уже выключали. Ребята же приехали поговорить, а не морды бить. Перевернем чуть-чуть, друзья. Не быстро появилось. Я люблю сейчас. Я здесь живу 40 лет и 30 лет. Вот вы достанете, они сказали, что где-то лишний движение. Но сейчас по зону порядка ждали. Ну вот это правильно. Мы приехали поговорить. Они за мусоров тянут мазу. Говорят, что мусора тут наши, их трогать не надо. Да нет, это не организация. И хотели им наоборот помочь. Их мусора душили. А теперь они звонят и говорят, что вам пиздец. Женам пиздец. Семье пиздец. Все попалим, пожжем, короче. Ну что, это же на 90-е. Правильно? Что так, поехали? Ну вот такая вот пиздец. Не, ну блять, если на семью вот так вот говорить, я потупался, но все равно. В следующий раз такие слова просто ему или язык вырвать. Правильно? Ну что это такое семье угрожать? Приезжайте, все нам плохо, всех будем резать, блять. Что это за слова? Что мы приехали? Вот сейчас кто приедет, буду брата объяснить. Не, ну нужно они здесь, чтобы были. Не только брата, а они, чтобы были. Ну если можно, можете нам поспортировать. А я тут еду, если я почему-то приезжаю. Так. Мы встретимся, увидишь меня. По поводу твоего маленького переговорить. Не, их нет, я до них дозвониться не могу. Вони по зазору. Доброе. Батько еду. Вот это машина. Не можешь. Покушник, лошадь. Это бил тебя, ладно? Нет. Нет, это млящик. Смотрите, ситуация какая. Побили двое одного, побили вообще ни за что. Причем начали угрожать физические расправы семьям. Зарежем, порежем, всех убьем, пиздец пустим в расход, машину продадим в общак, отдождем, все заберем и так далее. Мы адекватные люди вполне, мы хотим понять, с чем это скажут. Кому дать машину, кого резать. Сказали, приезжайте все, мы приехали, не знаю. Они подключали телефон. Ну и стоило. Я не знаю, чтобы не ловить друг друга, лучше решить один раз, чтобы потом заниматься вот этой работой. Мы все адекватные люди, это не 90-е, что мы тут сейчас били друг друга мордой. Надо понять, что бигало эти люди. То есть, или мы заканчиваем вот это вот тут, или мы продолжаем дальше. Почему мне ваш сын угрожает? А вы тоже из Киева? Я нет, я с Карлыка. Он мне угрожает, семьей и машину продаст мою. А чего он угрожает? Какой? А спросите у него, почему он не угрожает и ему. Его сегодня побили. Ну решай, я что, я буду сбору перед тебя, я не знаю. Батя приехал, пацаны. Он телефон выбил. Он сказал, приезжайте. Ну это, блядь, в общем-то раньше хочется, блядь. Ну это люди адекватные вообще. Адекватные. А вообще адекватные все пацаны. Нужно сказать что-то так, не так. Что происходит? Что происходит? Нам интересно, понимаешь, если моей личной семье кто-то угрожал бы, я бы отправил реанимацию. Во-первых, нормальный человек. Никого, никто не имеет права. Угрожает. Сейчас какое время мы живем? Конечно. Я говорю про душу. И все, живые люди, ага. Все. Ну, понимаешь, если... Если я такой человек, то и знай. Вот седой, выросший. Вот наши мои хотапы. Мне тоже стыдно, будет стыдно. Какой-то, допустим, пацан, у меня были пацаны дико. Он решит вопрос. Вот понимаете, я, ребята, решим, я как скажу, что так и решим, допустим. Он был в бою или что-то? Может, вы сами ему били, наверное, можно. Или как? Слушай, это надо решить, надо сюда... Не прощайся, кто бил. Да, да. Что произошло? Через чему это? Может, это не ваш сын даже его бил? Да. Он первый, когда тебя ударит, я ухожу. Да, все. Они вдвоем в рот. И свидетели тоже есть? 1 часа 12. Он сказал, звони ребятам, пускай приезжают, будем говорить. Будем стрелять, будем... Давайте это такое место. Не надо шуметь. Я шум крик, никого не поможет. Я свою жизнь, брат, я ни с кем не боюсь. Я уже 37 лет живу здесь, в Украине. Украина это наша семья, это наши дети тут. Он мне говорит, я вас перебью, ты старший. Он мне говорит, ты кто такой? Я говорю, я украинец. А ты кто такой? Что я украинец? И он мне указывает, как мне жить. Здесь не ходи, ментов не снимай, ничего не делай. Это как, нормально? Вы чем? Буду кляться, что я, вот не знаю, когда звоню, я не знаю. А почему ты звонил, да? Нет, нет, Виталий. Виталий звонил, я ему звонил уже, да, до этого звонил. Смотри, мой, я уже звонил. Он телефон выключил? Нет, я его, когда за милицией бил, паспорт в столе. Он там был с этим, с Эмуром, двоем были. Там один с ним, ну, ездят. И после этого, а? Его тоже, он от номера звонил, другу тоже его выключено. Вот это его, то что он говорил, наверное, Длингер, да, такой был с ним? Да, Длингер. Вот, ну, для чего человек обиженный остался, да, от него? Ну, а что это надо? Ему надо это. Вот это меня, знаешь, стигно. Я говорю, что по земле зайду, чем я эту ситуацию побачу. Так давайте решить. Сейчас, в 2 утра он нападет на меня, меня набьет и 100%. Да, они тоже собираются. Ну, понимаешь, человек, это не решенный вопрос. Давай вот, слушай, возьмем, убьем, да, это тоже не решенный вопрос. И его, если он поступит, взял перед него, и завтра тебя сделай, ты меня, я, ты с меня сделай, понимаешь? Вот я просто это не понимаю. И меня в голову не вкладывается это все. Это не первый раз, не первый раз. Из-за этого мне стыдно. Из-за этого мне стыдно. Если слово стыдно мне. Стыдно. Я в жизни клянусь, я не знаю, кто. Я сейчас буду стараться с тобой хоть сядю, я на шутку, я все равно найду. Все равно я его найду. Машины есть, вы сели, Миша сел. Поехали, посмотрели там, там. А найдем. Так, ну и сейчас это надо сделать. Сидимся в машину, поехали. Где вопрос? Это в зеленой, да? Да. А, кум, кум. А, кум гены. Отзванивается уже гені, да? Да. Толпа зобралась. Отзванивается гені. А, кум гены начальника полиции. И с чего это началось все? Началось, потому что появилось видео. И они на этом видео с машиной. На Мерседесе каком. Этому видео уже 11 месяцев. Одиннадцать. Это не за просто так они на нас как бы наехали. Потому что мы кролим МЕНТО. Мы против МЕНТО. Если они работают неправомерно. Мы всегда за людьми. Значит, теперь слушай. Здесь же вы, как я слушаю. Коли, да? Миша, Миша. Значит, это все вопросы, это через МЕНТО идет. Я знаю, что его попросил Гена. Я знаю, что это Гена попросил. Потому что сегодня он был возле МЕНТОВКИ. Возле МЕНТОВКИ. Я так и догадался. Потому что я уже месяц, месяц. Его вопрос задаю. Говорю, что ты в милиции делаешь? А, бегай каждый день туда. Ну, мы это знаем. Мы знаем, что с МЕНТОВКИ. Это не суть. Это не суть. Из-за видео какого-то там. Специально прицепиться. Не снимайте МЕНТОВ по Мерседесе. Я вам не разрешаю. Миша, это котец. Тебе ездите? Конечно. Ну, меня уважаешь? Уважаю. Я уважаю. Я тебе даю отцовские слова. Отцовские слова, да? Даю слово. Мужское слово даю тебе. Я в жизни такую халяву не даю. Дай мне разобраться с этим Геном. Я с ним буду разобраться. Это Гена ему говорит. Вот это Гена работа, да? Это Гена. Это его работа. Я знаю. Потому что нахуй ему надо. Мы его не трогаем. Мы его не трогаем. Мы его не трогаем. Зачем Миша? Мы братику. Я каждый день стараюсь. Працую, блядь. Мне этот проблем не надо. Я лично его приведу к тебе лично. Я хочу, чтобы мы трогаем в селе. Я его, блядь, буду вот перед тобой. Хочешь ты его бей, я набью. Если он тебе хоть после этого случая будет хоть раз, Так он не меня, и моих друзей, и двоих тоже. Я тебе говорю, слово даю тебе мужское. Я, я вот этот, блядь, момент. Я знаю, что чем закончилось. Потому что меня, меня. Один говорит, что твой сын, ну, типа, там, Геня, что-то взявал, там, сказаешь. Он снимает это, снимает это. Вот это, из этого, наверное, началось это все. Конечно. Он не мог самому этого сделать. Нет, нет. Значит, а он дал боёв, этого не понимает. Он, он, его надо. Это, его надо, это все. Меня начинь себя педловым, наверное. Может, чем-то педловым началось. Если вы начали угрожать, Если вы начали угрожать семье и детям, Слушай, это детский базар. Базарным базаром. Слушай, честно говоря, давай, ты мой извинение просишь. Я хочу любому перед семьей, буду извиниться любому перед семьей. Я его, я обещаю тебе, я обещаю. Потому что он отморозок. Не дай Боже, что случится. Мы не хотим, чтобы это случилось. Слушай, там, слушайте. Чтобы приехал сюда. Смотри, здесь мы будем кашу варить. Цель кашу, поверь мне. Да не кашу. Он нужен тут. Слушай, слушай. Мы сюда не приехали, так побалакать и уехать. Что мы пацаны или что? У нас работы нет, что у нас там бизнеса. Все покидали и приехали. Чтобы он даже посадил трога. Это никогда в жизни. Слушай, я не допущу этого. Он нормальный человек. Видно. Кто его может? И ты нормальный, я. Это не выходит ситуация, что он не берет трубку. Мы тут останемся. Мы его найдем. Это его машина, Хонда Акорд. Какой Хонда Акорд? Его? Мы будем ждать в Комбаку. Его нет. Где он? Где Хонда? Что за Хонда? Что за Хонда? Черная машина. Какой он нет. Его нет. Его нет. То нет, я говорю, армянская машина. Я сам шукаю, звоню мне. Вот товарищ, а где? Нет. Мы его будем ждать. Да, брат, ждите. Я уже понял. Да и вы ответите, Александр пойдешь, чтобы кого-то приезжаем. Да. Это просто, я уже понял, откуда оно пошло. Так мы это знаем, откуда оно пошло. Мы ему говорим, ты под мусорами. Ты чего под нас копаешь, когда мы против мусоров? Он говорит, ты мне будешь говорить, что я под мусорами? И вот так до меня, знаете, вот так, чтобы я ее только ударил. У меня же голова уже сила, вы же сказали. Он не умеет спілкуваться с людьми, я вам так скажу. Мы с вами сейчас спілкуемся. Он не умеет спілкуваться. Он вот так, fair, 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 fair. Это моя семья, беда. Студно меня за не вы. Да зачем он? На моей земле он сюда приехал. Кто делает бизнес, кто угрожает. Никогда жизнь не полетует. Какой бизнес он может быть? Никогда в жизни такого не будет. Они подошли сегодня до Виталика поговорить. У него там стоял вот так телефон. И он им сказал, ты меня снимаешь. Футболку порвали, он его начал ударить. Той отхилився, он не попал по нему. Но потом длинный по нему попал. Слушайте дальше. Потом они в него забрали сумку и побегли. Вот он говорит, что сумку забрали и побегли. Да, потом сумку погнали. Я говорю, я сейчас вызываю полицию. Они выкинули сумку по машинам и поехали. Чуешь, Виталия? Слушай, на секунду. Слушайте. Давай, ребята. Он вас убедит. Это я уже понял. Я не курс был. Я нашел, что он идёт. И вот все мусора там. Пальмана туда. Мусора. Это их работа. Дело в том, что мусора и показали на меня, блин. Я бачил все. Мруга стоял. Знаешь такого? Мруга Рога. И Пшиченко. Батька сам говорит, что он бігает в полицию. Честное слово. Это я чувствую. И они показали на меня, где он стоит. Это я чувствую. Это не, Виталик, это не решенный вопрос. Давай, ты знаешь, как сделаем. Я прошу. Просто мой взгляд. Ну, я как читаю, да? Я отвечаю тебе, Виталик, я тебя отвечаю. Я его привезу. Мы троим сядем. Он мой сын. Я его перед вами. Дело в том, что понимаешь. Я жизнью клянусь. Наделав ты и футболки, наделав ты и сумки, на хера было бы быть. Виталик, хочешь меня? Давай ты тоже бей меня. А это выгод ситуации? Не выгод. Это просто... Ему Гена ничего не может сделать. Он решил через вашего сына. Вот именно. Вот это и это сам. Вопрос тут. Вопрос тут. Зачем это? Он сказал, пускай приезжают твои ребята, будем говорить. Мы позвонили, они приехали. Это не вопрос. Приехай. Просто он не знает. Мы адекватные. Мы боремся с этими полицами. Мы до слова говорим. Вера защите народ. Защите народ. Защите народ. Ура. 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 Продолжение следует...